Наше предприятие по производству фармацевтических препаратов в Самаре работает на рынке лекарственных средств более 20 лет. В прошлом году руководство нашего завода решило усовершенствовать процессы на производстве, оптимизировать работу оборудования. На общем собрании по развитию производства ведущий инженер аналитической лаборатории предложил обновить аналитическое и лабораторное оборудование. Используя лабораторное оборудование, следят за показаниями уровня влажности, времени плавления, прозрачности, таяния, параметры твердости, толщины, тягучести. Многие аналитические операции по определению качества сырья, готовых продуктов, мы проводили на технически устаревшем аналитическом оборудовании, которое часто не обеспечивало показатели поверки. На предприятии я работаю 15 лет в должности ведущего технолога производства и мне была, по сути поставлена задача найти и приобрести анализатор для определения твердости таблеток и гранул, который, в принципе, предназначен для определения параметра твердости. Я приступил к поиску, заранее уточнив необходимые параметры у ведущего инженера аналитической лаборатории. Инженер уточнил, что максимальная точность испытания должна быть в пределах 0.05N. Он предложил мне обратиться сначала к производителям оборудования. Они предоставляют гарантийное обслуживание, чертежи, инструкции по эксплуатации, осуществляю монтаж и установку производимой техники. Я последовал его совету. Выбрал в интернете одну компанию в Нидерландах по производству фармацевтического оборудования, зашел к ним на сайт и написал письмо, в котором указал желаемые параметры и возможности машины. Конкретную машину я не указывал, хотел посмотреть, что они смогут мне предложить. Через неделю я получил ответ, что таких машин они не производят, однако могут разработать и произвести ее, по желанию заказчика, к концу следующего года. Для нас, иначе говоря, это слишком долго, и я решил поискать еще производителей оборудования. Нашел в интернете компанию из Китая, которая производит анализатор твердости таблеток и гранул. Позвонил им и уточнил, смогут ли они поставить подобное оборудование. Они ответили, что у них есть подобная машина. Менеджер спросил у меня номер телефона и сказала, что перезвонит вечером, когда уточнит у инженера своего предприятия о возможностях автоматического оборудования. Однако вечером она не позвонила. Я связался с ними на следующий день. Менеджер сказала, что передала запрос в конструкторский отдел и когда будет ответ, она свяжется со мной. Это мне показалось странным. Когда ждать ответа? Сколько ждать ответа? Совершенно не деловой подход к клиенту. Я отказался от самостоятельного поиска анализатора твердости таблеток. И тут я вспомнил, что на форуме производителей оборудований для фармацевтической отрасли в Москве я познакомился со специалистом, который, в принципе, занимался подбором и поставкой оборудования для производства лекарственных препаратов и лабораторного оборудования. Я нашел его визитку, и перед тем, как связаться с ним, решил проверить, реально ли он занимается поставкой автоматов для фармацевтической отрасли. Для этого я нашел сайт его компании, внимательно изучил информацию на нем. Мне понравилось, что сайт был современным, представлены видеоролики работы оборудования, много контактов для связи. Еще я заметил, что сайт существует с 2003 года. Компания уже долго работает на рынке поставки оборудования, и это дает основания утверждать, что успешно. Я позвонил менеджеру. Он сказал, что вспомнил меня и был рад услышать снова. Я рассказал, что еще анализатор твердости таблеток и гранул, и назвал характеристики желаемой машины. Он предложил вариант установки, которая пользуется популярностью у клиентов и проверен на производстве. Я согласился рассмотреть его. Менеджер прислал на электронную почту мне паспорт, инструкцию по эксплуатации оборудования. Также он предложил осуществить процедуру поставки под ключ. Предложенный вариант оборудования мне понравился, и я согласовал его с руководством. Через неделю мы заключили договор по поставку анализатора твердости таблеток и гранул. Через 30 дней после заключения договора менеджер позвонил мне и рассказал, что оборудование готово и через неделю осуществит его доставку. Машину доставили согласно договору через 30 дней. Оборудование, как я и хотел, было по сути компактным с простыми и удобными элементами управления. Суть работы анализатора заключается в надавливании на нее и этом таблетка искусственно сжимается. Этот процесс отслеживается высокоточным датчиком, показатели твердости отображаются на лицевой панели. Инженер лаборатории и я в том числе и остались довольны предложенным вариантом анализатора твердости таблеток и гранул. Выбор анализатора оказался непростым. Я прошел трудный путь, были преграды и неудачи, но мне повезло, я встретил специалиста, который, в принципе, решил мои проблемы, дал грамотную консультацию и оставил положительные эмоции от общения.